Этот легендарный памятник Юрию Гагарину установили 30 лет назад. Его высота 42,5 метра, а сделан он из титана, материала, из которого строят космические корабли. Это такой символ силы, мужества, бессмертия, можно сказать. Когда-то в нашей стране каждый третий мальчишка мечтал стать космонавтом. Сегодня эта статистика уже не такая впечатляющая, но все равно те люди, которые отправляются на орбиту, вызывают трепет. Это настоящие герои. А теперь представьте, что такой будущий покоритель вселенной живет рядом с вами, на улице Аюнского, например, или сидит за соседней партой в 20-й школе в Цейсарах. Возможно ли такое? Появится ли у нас свой космонавт? И услышим ли мы вместо знаменитого Гагаринского «Поехали!» Якутский вариант? Давайте узнаем. Максиму Бережневу 16 лет и ровно половину своей жизни он грезит о космосе. Космонавтикой я интересовался с детства и писал разные доклады в детстве. И вот как-то резко захотелось, потому что я хочу связать свою специальность, так сказать, с небом. Моя мечта – это стать пилотом. До управления настоящими самолетами или космолетами Максиму еще далеко. Но к своей мечте покорить космос он стал чуточку ближе. Вместе с одноклассниками парень побывал в звездном городке, в Королеве. И нам показали, к примеру, тренажеры, где космонавты, так сказать, готовятся. Вообще реальные тренажеры. Мы сами на них тренировались немного. Нам показывали, как космонавты в то время жили. Оказывается, космонавты еще учатся пилотировать вертолетами, самолетами. Раньше я видел все на картинках, и сейчас у меня новое ощущение. И я очень рад, что я сам попробовал. Мы постарались дать им именно в интерактивной форме. То есть не просто там рассказать, что такое космонавтик, что такое космос. У них были встречи с людьми. Они сами могли попробовать стыковаться к орбитальному комплексу Международной космической станции. Они сами пытались управлять и управляли на авиационном тренажере. Ну и различные другие возможности, которые они смогли наконец-то осуществить. Это зал пилотируемых аппаратов «Союз». Именно на таких отправляют людей к орбитальной станции. И здесь каждый день проходят тренировки у космонавтов. Отрабатываются различные ситуации, даже форс-мажорные, для того, чтобы космонавты были готовы на все 100 уже в реальных условиях. Посмотрите, вот эти аппараты стоят вокруг меня. Так выглядят настоящие космические корабли. Не хватает только нижней части этой ракеты. И говорят, что даже некоторые из этих тренажеров можно лишь слегка модернизировать и запускать в космос. И еще у нас такая, скажем, фишка – это то, что достаточно большое количество занятий проводят те инструкторы, которые готовят космонавты. Я считаю, что такого рода занятия – это та возможность, которой дети в немногих местах могут прикоснуться к чему-то большому и такому понятному для них событию, как космос, как освоение космонавтики. И таким образом почувствовать себя частью этого большого события, частью своего такого большого процесса. Всю эту часть большого проекта, который называется «Старт в космос», который стартовал у нас 12 апреля 2019 года. Проект «Старт в космос» был разработан совместно с кафедрой рекламы связи с общественностью в высокотехнологических отраслях Московского авиационного института и Амгинским лицеем имени Леонида Васильевича Киринского. Леонид Васильевич работал вместе с Сергеем Павловичем Королевым. И мы посчитали, что это очень символично, и запустили этот проект. Конечно же, должен признать и отметить, что это большая заслуга главы Республики, Айсена Сергеевича, в том, что он так вот непосредственно через себя пропускает вот эти проблемы космонавтики, и столько внимания уделяет вот этому вопросу. Развитие аэрокосмического направления в Якутии, воспитанию подрастающего поколения. Основная задача проекта «Старт в космос» — первая — это подготовка высококвалифицированных кадров для аэрокосмического комплекса. Второе — это у нас патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. И третье — это, конечно, я очень надеюсь, все-таки подготовка нашего якутского космонавта и полет в космос к космодрому «Восточный». Это великолепная не только мечта, а вот целый проект составлен энтузиастами, выходцами с Республики. Это очень актуальная проблема, актуальна во всех отношениях. Человечество не будет только околоземным пространством заниматься, а другие планеты будет. 21 век — это век, наверное, очень серьезного, практического развития космонавтики. Сегодня программа «Старт в космос» объединяет около 300 детей из разных районов Республики. Это увлеченные ребята, которые мечтают о полетах к звездам. Ну, космос — это загадка человечества, конечно. Интересно, конечно, что там дальше. Если честно, я интересуюсь тем, что находится в космосе. Хочу когда-то стать взрослым, изучать космос, путешествовать туда-сюда. Вот моя мечта. Я начал интересоваться с 8 класса, с проекта «Сириус». Участвовали с право в Устом, начали собирать спутники. Потом в Республиканском тоже спутники собирали. И затем я начал лекаться ракетами WorldSkills, там тоже участвовали. Делали ракеты и запускали со спутником. Именно в Якутии сегодня очень здорово продвигается это направление. Это развитие, космонавтика. Очень много желающих полететь в космос. Ведь у нас на сегодняшний день это еще ни одного якутянина, который летал в космос. И именно сегодня мы закладываем первые вот эти частички космонавтики в наших ребят, в якутских школьников. Я думаю, что у них все впереди и, безусловно, у них все получится. Прошлым летом, в июле месяце, на базе оздоровительного лагеря «ЮНЕС» при Амгенском лице имени Леонида Сичкилинского была организована первая в Якутии авиационно-космическая смена «Старт в космос». Куда попали ребята, которые успешно справились с Олимпиадой, проведенной 12 апреля, и те ребята, которые проявили лучшие свои результаты по работе, которые показали свою мотивацию. То есть им посчастливилось попасть в этот лагерь. Также самым интересным моментом это были практические занятия выживания в якутской тайге. На самом деле мы моделировали ситуацию тренировки космонавтов. Она однозначно идентичная, немного адаптированная под наших школьников. Это выживание в случае нештатной ситуации приземления космического аппарата в лесистой местности. Ребята строили два типа укрытия. Они соревновались на качество, значит, из подручных материалов им надо было изготовить сооружение, укрытие, где они должны были, значит, по условиям тренировки трое дня выживать. Я хочу сказать, что ребята наши, наши якутские ребята показали очень хорошие свои навыки, да, то есть все-таки ребята у нас деревенские адаптированные к этому, да, они разоргли и костры, и хорошо работали, быстро построили этот бигвам и так далее. Всем руководил космонавт-испытатель Олег Владимирович Блинов. Вот, и поэтому данная программа была очень интересной, ребята были очень довольны. Поездка в Якутию – это, можно сказать, поездка на другой конец света. Конечно, когда живешь в центральной части России за много тысяч километров от того места, где мы были, всегда есть какие-то, не то что страхи, а такие мысли о том, что Якутия – это холодно, Якутия – это далеко, Якутия – это олени, и там больше ничего нет. Нет, там вполне достаточно, все цивилизовано, есть дома, такие же люди, нормально. И при том, что мы в летний период находились, у меня, конечно, у меня был своеобразный такой страх. Думаю, вот сейчас приеду, а там, говорят, куча комаров, и вот придется их на отмашку туда. Нет, вполне нормально, ну, покусали, потом привыкли. Меня удивила природа, меня удивила доброжелательность людей, которые нас встретили, и меня удивило желание ребят познать то, что им дают. Я, конечно, осознавал о том, что тема космонавтики в данной местности, районах, лусах, которые там имеются, она не настолько активно раскрывается. Но ребята не потеряли никакого интереса от начала до конца. Поэтому я думаю, что этот проект чрезвычайно важный. И вот космонавтика — это одна из отраслей, где можно реализоваться любому человеку. И перечень профессий здесь очень широкий. Поэтому это очень важно и очень интересно, очень полезно. Вообще исследование космоса — это чрезвычайно увлекательная вещь, и она притягивает многими неизвестными сторонами и в этом процессе, и тех знаний, которые получаются в процессе исследования. И когда молодые люди интересуются наукой, инженерией, у них есть желание создавать что-то, конструировать, исследовать, получать знания, то это очень сильно обогащает человека. Мы в музее космонавтики были вчера. Мы видели вас. Вас видели. Вчера на фотографии смотрели. В костюме рассказывали. Ну да, обычная в шортах, но там в костюме. Сложно было вам следить к космонавту? На самом деле очень сложно. Нам было интересно узнать, когда он полетел в космос, и как они вели себя в космосе. Наверное, мало кто об этом знает, но попытки отправить якутянина в космос предпринимались и раньше. Еще в далеком 1969 году, практически сразу после Гагарина и Леонова. Тогда Советский Союз готовил свою лунную программу, и в нее из тысяч кандидатов прошел Валентин Иванов. Он прошел все испытания, блестяще, но попал в аварию, получил травму реки, с которой лететь в космос уже было невозможно. Кстати, еще две попытки попасть в звездный отряд наши земляки предприняли уже в 21 веке. Совсем недавно. А именно в 2012 году, когда мы перешли, значит, в гражданскую систему, то есть уже с корпорацией «Роскосмос», она объявила первый открытый набор. В 2012 году у нас участвовал наш земляк Алексей Дегтярев, пилот авиакомпании «Якутия». На самом деле, на первом этапе мы отобрали двоих пилотов. Посчитали, что они наиболее подготовленная категория, но, к сожалению, первого у нас списали по медицинским показаниям. Алексей Дегтярев у нас прошел по медицинским, по психологическим и так далее, но, к сожалению, по физической подготовке он не прошел. Конкретно это было плавание. Надо было проплыть определенную дистанцию за определенное время и так далее. То есть это о чем говорит? Например, если мы говорим о пилотах, а у них есть операторские способности, у них может быть высокий интеллект, но при этом они, может быть, не всегда уделяют внимание своей физической форме, но даже в силу своей занятости, потому что они летают, времени не хватает, у них огромные перегрузки и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что если бы мы заранее, целенаправленно готовили, результаты были бы лучше. Мы, наверное, уже бы слетали. И на самом деле проект «Старт в космос», я не зря сказала, что третья основная задача – это подготовка все-таки нашего своего якутского космонавта, который с космодром Восточный будет взлетать под конкретную научную задачу, которая нужна для нашей республики. Второй набор у нас был в 2018 году. И в качестве, скажем, комиссии были приглашены специалисты с Центра подготовки космонавтов, но, к сожалению, никто не прошел. Я помню, по 2017-2018 году вот тот набор, да, поступило 400, наверное, заявлений, поскольку медицинский отбор – это самый последний, потому что есть профотбор образовательный, есть физкультура, есть психология, и мы самые последние. Вот до нас из 400 дошли 20. Из 20 мы отобрали 13. А по конкурсу взяли 8. Неадекватно воспринимают наши все отказы. Конечно, расстраиваются. Конечно, бывают очень трагические ситуации, когда люди долгое время находятся в отряде, ну, так и не слетали. Трагические ситуации были в свое время, когда я в «Звездном городке» жила. Были моменты, когда я вот видела этих людей, общалась с ними, да, это самое, наверное, самое страшное для человека, когда человек не самореализован. Вот он очень долго стремился к своей мечте, но так и не достиг ее. И многие люди ломаются, ломаются психологически и так далее, да, то есть в социальном своем аспекте. Поэтому, конечно, важным показателем это является сила личности. Сила личности, то есть целеустремленности, личности, да, именно высокой мотивации, самодисциплины и организованность. Потому что у всех у нас есть слабость. Как учили нас космонавтики, не важно, что человек упал, важно, он встал и пошел. Бывают те люди, которые ему отказали, они повторно подают документы на отбор. То есть, ну, очень мотивированные. У нас один космонавт, его по физической подготовке, его не пропустили. И он на следующий отбор также подал документы, издал физкультурную пятерочку, так сказать. Поэтому бывают такие случаи, что, да, отказали, человек сделал выводы, все скорректировал и взяли в отряд, да. Нужно поставить себе цель и иметь большое желание ее достичь. Только тогда ты можешь преодолеть все трудности. Не имея цели и большого желания, конечно, ничего не получится. Космонавт должен быть всем. Всем. Это там и инженер. Это мужественный человек с выдержкой, с железными нервами, с отменным здоровьем. Ну, они должны быть физически сильными людьми. А если ты физически сильный, значит, и позволяет это состояние здоровья. Не иметь хронических заболеваний, которые влекут за собой нарушение функции какого-то органа или системы. Это лишь первый этап. Впереди у кандидата в космонавты долгие годы подготовки. Ну, самое главное, это, конечно, этот объем знаний, которые мы вкладываем в космонавтов за время их подготовки. Это 6-8 лет до первого полета, как правило. Это два года, так называемая, общекосмическая подготовка, когда обучаемый является еще кандидатом в космонавты. Потом, когда завершается общекосмическая подготовка, человек становится, ему присваивается звание космонавт-испытатель. Ну, это человек, выполняющий полеты в космос и плюс занимающийся испытаниями космической техники. Все-таки у нас экипажи небольшие, и поэтому, допустим, если экипаж на станции состоит из трех человек, то нужно людей иметь универсальной подготовки. Есть большой перечень специальных тренировок, это и специальная парашютная подготовка, летная подготовка. Кроме этого, выживание в разных климатогеографических зонах. Во время свободного падения отрабатываются определенные задачи, потом полет под куполом, тоже определенные задачи решаются. Погружение на определенные глубины, водолазная подготовка, полет на самолете. И вот это все, а как со страхом? Я говорю, вот как раз элементно мы пытаемся в Центре подготовки космонавтов воссоздать вот эти страхи. И когда космонавт неоднократно проходит вот эти этапы, когда он регулярно работает над собой, то вот этот уровень страха, риска, осознанного риска, он раздвигается. И получается, когда он реально оказывается в стрессовой ситуации, он более адекватно реагирует на нее и уже не совершает неправильных решений. После всего услышанного и увиденного кажется, что стать космонавтом действительно несбыточная мечта. Но в «Звездном городке» уверяют, что бояться нечего. Если вы мечтаете полететь на орбиту, то нужно записываться. Тем более, что с прошлого года условия отбора стали более демократичными. Многие даже не знают, что у нас сейчас отбор космонавтов идет открытый. То есть любой человек, с каким-то определенным набором условий, он может подать документы и попытаться стать космонавтом. Если первые космонавты это исключительно военные летчики и инженеры, связанные с космонавтикой, сейчас выбор профессий более широкий. Могут участвовать люди, имея медицинское образование. Могут участвовать у нас люди, которые занимаются наукой. Могут участвовать инженерный состав. То есть спектр шире стал. Все подробности о том, как пройти отбор в отряд космонавтов можно узнать на сайте Роскосмоса. Здесь даже выделили отдельный раздел. Первая же картинка подскажет вам главные требования, такие, например, как рост, вес, возраст, образование. Можно пройти тестовый отбор. Тут же на сайте ввести необходимые данные. Те же самые по сути. И система сама подскажет вам, подходите вы на первом этапе или нет. Далее тут же указан список документов, которые необходимо собрать. А также вы найдете нормативы по физическим упражнениям, которые придется сдавать. И если вы для себя решите, что подходите и у вас может получиться, то смело отправляйте документы. Адрес опять же на сайте вы найдете, а дальше ждите приглашения на собеседование. Конечно, не все космонавтами станут. Но смотрите, космическая медицина, космическое питание, связь космическая и так далее, во все направления. Поэтому иногда мы узко понимаем, что космонавты, значит, космонавт только нужно. Направить космонавта очень сложное. Все обеспечивают ее жизнедеятельность и при том в том пространстве, в той среде, в которой человечество не побывало. Поэтому мы свою долю должны тоже внести в этом мечте в целом человечества. Каждый из ребят, которые учатся, которые желают и достигают, он обязательно может оказаться на месте любого ученого, космонавта или иного высокого какого-то профессионала своей эпохи. Первый человек, который вступил в космос, это Гагарин. Уже другой первый человек не вступит в космос. Человек, который вступит на территорию Луны, на территорию Марса, эта перспектива у якутского космонавта очень большая. Космос — это про мечты, про желание стать лучше, про преодоление, самосовершенствование. И здесь можно вспомнить знаменитую фразу, что если сильно захотеть, можно в космос полететь. А еще, что мечты сбываются. 50 секунд, тангаж вращения, рисканье в норме. 60 секунд, тангаж вращения, рисканье в норме. Принято, самочувствие хорошее, на борту порядок. — Страны. Редактор субтитров А.Семкин